Объем средств на гражданскую защиту населения будет увеличен. На заседании администрации Неницкого округа одобрены поправки в государственную программу обеспечения гражданской защиты в Неницком округе. В частности, более 4 миллионов будут направлены на расширение региональной оповестительной системы. Также внесены и одобрены поправки в государственную программу по развитию предпринимательства. Региональная автоматизированная система оповещения работает в случае возникновения в регионе чрезвычайной ситуации. На сегодня она присутствует только в Нарьинмаре. Управление гражданской защиты и обеспечение пожарной безопасности планирует до конца октября расширить сеть, установить терминальные пункты автоматизированной системы в поселках Искателей и Красные. Под программой 1 программы добавлены расходы на расширение и содержание системы информирования и оповещения населения. Аксион в размере 5 миллионов 281 тысяч. Также в программу добавлены расходы на содержание поисково-спасательной службы. 4 миллиона 825 тысяч рублей планируется направить на закупку техники, моторных лодок и снегоходов. Дополнительные средства 5 миллионов 398 тысяч будут направлены на содержание казенного учреждения отряд государственной противопожарной службы. Также на заседании одобрили выделение средств на реконструкцию здания поисково-спасательной службы. Там планируется достройка третьего этажа для размещения центра обработки вызовов единой службы 112. Расширяется финансовое обеспечение и программы по развитию предпринимательства в регионе. Расширяется финансирование госпрограммы в 2017 году увеличивается на 11,9 миллионов. Дополнительные средства выделяются на предоставление грантов 9 миллионов, на предоставление микрозаймов 8 миллионов 207 тысяч на возмещение части затрат предпринимательской деятельности. Имеется в виду здесь субсидия на модернизацию. Татьяна Лагвиненко отметила, в связи с тем, что в 2016 году финансирование программы пришлось сократить, прирост субъектов малого и среднего предпринимательства в регионе был незначительным. В этом году округ поддерживает бизнес-сообщество, чтобы расширить долю самозанятых на рынке труда. У нас стоит цель создания целого слоя предпринимателей, связанных с занимающихся в том числе и переработкой, то есть создание прибавочной стоимости, не только торговли. Поэтому, что будет необходимо, какие средства будут необходимы, эти срочки будем увеличивать. Но это должны быть под конкретные проекты. Глава региона поручил предусмотреть в бюджете 2018 года необходимый объем финансирования, в том числе и для грантовой поддержки предпринимателей.